Мы рады приветствовать вас, дорогие друзья, на телеканале «Импакт». С вами «Богословский час» в рамках программы «Влияние». Сегодня у нас будет очень интересная тема и очень насущная тема, но прежде чем мы озвучим нашу тему, мы хотим познакомить вас с нашими участниками. Сегодня у нас в гостях пастор церкви «Примирение» из Санкт-Петербурга, и пастор, и врач, и хирург, диетолог Игорь Циба. Слава Господу, я приветствую всех вас, дорогие друзья, очень рад этой возможности. Спасибо, а также служитель церкви, магистр богословия и бакалавр медицины Юрий Щерба. Рад приветствовать вас в эфире, дорогие наши телезрители. И в роли ведущего магистр богословия Дмитрий Селюк. Тема наша сегодня – ожирение и духовность. Я так немножко улыбаюсь, называю тему, но тема серьезная. Почему? Потому что большинство жителей западного мира, такова статистика, мы более подробно еще будем об этом говорить, а большинство жителей страдают лишним весом, и больше трети, трети людей страдают ожирением. Вот, поэтому это такая проблема, от которой, ну, страдает большинство людей. И сегодня мы будем рассуждать на такую тему, насколько эта проблема связана с духовностью. Почему? Потому что когда-то люди думали, что Бога нет, а мы придумываем таблетки, которые все вылечат, да? Прошло время, люди начали думать, о, ну, не все в таблетках, дело в психологии, вот. Если все там в психологии нормально, значит, все будет хорошо. Сейчас приходит время, что люди начинают понимать, что и психология – это не какой-то базис сам по себе, а есть все-таки духовные какие-то, в принципе, духовные вещи. И вот об этом мы хотим сегодня поговорить с нашими участниками сегодня. Вот, но для начала хотелось бы, чтобы наши участники представили свою позицию вот в отношении этого вопроса. Поэтому, Юрий, пожалуйста, несколько минут времени для своей позиции. Спасибо, Вадима. А знаешь, я хорошо понимаю, что мы сейчас затронули очень и очень-таки щепетильный и болезненный вопрос. И я бы не хотел сначала, чтобы эта программа, и мы кого-то или оскорбили, или унизили. Потому что я понимаю, это как-то немножко тяжело говорить на эту тему. Но наоборот, я верю, что вот этот разговор, он послужит, будет способствовать к хорошим переменам нашей жизни. Думаю, что всем известно, что излишний вес, особенно в Америке, это не просто проблема, это уже целая эпидемия. Вот статистика гласит, что в Америке приблизительно 65% населения, они страдают излишественным весом. А один профессор по имени Кен Феррару провел одно изучение в одном из южных штатов Америки. Он пришел к выводу, что в христианских кругах этот процент даже немножко выше. Даже выше? Да. С точки зрения Библии, мне кажется, что это проблема, во-первых, духовная. И, естественно, мы должны опираться на Писание, когда мы говорим об этой проблеме. И здесь еще есть другая крайность, какую я вижу. Я тоже против того, чтобы, знаешь, иногда христиане, они постоянно только сидят в спортзале, там часами вычисляют эти калории. Неужели? Неужели? Они каждый день стоят на веса, чтобы как-то быть стройным, постоянно смотреть за своей фигурой. И мне кажется, это особенно сегодня, когда в мире восхваляется красота, молодость, здоровье, когда вот тело – это номер один. И это создает давление, психическое давление на людей, особенно даже на девушек, которые смотрят на идеальный образ женщины. Они просто не могут дотянуться до этого идеала почти нереального. И поэтому они постоянно в спортзалах, постоянно на диетах. Я думаю, что нечто подобное происходило когда-то в Римской империи. И мы не можем сказать однозначно, но думаю, что молодой Тимофей, он тоже имел какое-то отношение к этому. Я не знаю, ходил он в фитнес, не ходил, хотел, может быть. Но если Павел написал ему, что телесные упражнения мало полезны, а благочестие полезно на все, имея обетование, жизни настоящее и будущее, то я думаю, что какое отношение Тимофей имел к этому. И вот что мы видим с Библией, что Павел призывал Тимофея не столько заботиться о своем теле, сколько заботиться о своем внутреннем человеке, о духовности. Хорошо, то есть другими словами, если так суммировать, твоя позиция заключается в том, что телесные упражнения мало полезны, то есть полезны, но мало полезны, а все-таки основное дарение нам нужно делать на духовность, потому что, ну, согласно той статистике, что даже у верующих чуть-чуть больше проблем с этим весом, чем у других. Спасибо, благодарю. Пастор Игорь, вот какова ваша позиция в отношении этого, потому что многие зрители уже знают о вас, знают историю вашей жизни, то, что у вас было, и вы как пастор, вы как доктор, врач. А какова ваша сейчас позиция, если так суммировать в нескольких минутах? Конечно, я согласен, с одной стороны, с тем, что было сказано. Хотя в Писании мы читаем, что сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте. Ваш дух, душа и тело, и вот дальше написано о целостности. Бог мира не означает мирского, а означает шалом, то есть еврейское слово, которое не описывает нам отсутствие войны, а целостность, гармонию в человеке, которое все находится на своем месте. И совершенно правильно, превращение в похоти, забота о своем теле, это не то, чему нас призывает Библия, но есть очень определенный момент. Мы связаны с телесностью, мы находимся в теле. И то, что происходит в телесности, отражается на нашем духовном состоянии в том числе. Ну, и, конечно же, есть люди, которые в полной своей немощи могут духовно быть возвышены и иметь глубокие переживания и отношения со Всевышним. Но мы не все таковы. И часто сонливость, болезнь, боль и многое другое выражается на нашей духовности. Ожирение, которое является ничем иным, как, во-первых, следствием, кто-то скажет, наследственное, да, переедания наших предков или нашим собственным перееданиям. Мне, кстати, интересно последние данные ученых, что дети, родившиеся от полных родителей, могут победить генетические формы своей предрасположенности. Поэтому здесь есть вопрос, почему это нужно сделать? А потому что это укорачивает жизнь. Если этого не исправить. А укороченная жизнь не дает нам возможность в полноте реализовать те замыслы, которые Творец о нас имеет. Зачем тебе умирать не в свое время? Спасибо, пастор Игорь. Значит, другими словами, у вас такая позиция более целостная, в которой есть место душевному, духовному, физическому. Мы немножко больше подробно дальше будем касаться. Это вопрос. Значит, что мы можем сказать о самом ожирении? Что такое ожирение? Где это граница? Где эти мерки? То есть, говорят, вот есть понятие излишнего веса. Это вот, когда ты чуть-чуть пополнил. Ну, как бы это еще не ожирение. А есть то, которые говорят, вау, это уже все. Это уже человек тучный, ну, простите, жирный. Или как-то там говорят. Значит, что обычно подразумевают люди под этим словом ожирение? Что медицина подразумевает? И как нам дальше рассуждать об этом? Ну, это тот термин, который выбрали для передачи вы сегодня. Потому что и границы его действительно размыты. А если мы говорим о вреде избыточного веса, то есть такое состояние, которое называется метаболический синдром. То есть, сегодня врачи доказали, что жировая ткань, она нужна для человека. Конечно же, она является частью его, так скажем, кладези энергии. В небольшой мере. В определенной мере. Для женщин может быть больше, для мужчин меньше. Но избыток жировой ткани ведет к метаболическому синдрому. Изменение, обмена всех процессов в организме. Нарушению. Более того, доказано, что жировая ткань активна, а не пассивна. Она может вырабатывать гормоны, которые разрушают нашу, так скажем, жизнедеятельность. И ведут к сокращению жизни. Если границ этой нет. Вот если мы представим себе сотворение мира, да? Бог сотворил Адама, Еву. Некоторые люди представляют себе, что вот Адам был каким-то таким Тарзаном или Шварценеггером, мышцы там все это. Это Ева была там 90-60-90. Вот как мы можем библейски обосновать что-то вообще, говоря о сотворении физического тела? Вот мне кажется, возвращаясь еще к первому вопросу. Где вот эта грань ожирения или излишнего веса? Мне кажется, вот как пастор Игорь уже сказал, когда это твое тело, оно не представляет угрозы твоему физическому здоровью. Разве такое бывает? Да. Вот почему, скажем, медицина оглашает, что этот вес – это уже ожирение, например. Потому что ожирение обязательно тянет за собой много болезней. Скажем, таких как высокое давление, сердечные заболевания, сахарный диабет, инсульт и много других. И вот статистика говорит, что избыточный вес в Америке – это причина сверх 300 тысяч преждевременных смертей каждый год. 300 тысяч в год. Целый город умирает. Да. Преждевременно из-за излишнего веса. Пастор Игорь. Адам каким был? Накачанным, здоровым, без лишнего веса? Я на него похож. Да? Да. Я сын, человеческий сын Адама. В этом смысле и значении. Так что вот можно посмотреть на меня. Только он был моложе. Моложе? Да, моложе. Мне так кажется. Хорошо. Но вот библейское. Какое у нас есть обоснование сказать, что вот, ну, допустим, на меня посмотреть? Я как бы чуть-чуть ожиревший. Мы не говорим о библейском обосновании. Мы говорим, допустим, я как врач говорю с точки зрения медицины. О современной позиции, да. Существуют определенные антропологические меры, которые определяют количество жировой ткани у человека. То есть мы знаем, что такое излишний вес, есть нормы и так далее. Когда они превышают нормы, как уже было сказано, это угроза состояния здоровья. А вы можете поделиться очень кратко вашим жизненным опытом? Потому что многие телезрители его знают, читали ваши страницы на фейсбуке. Совершенно верно. То есть вот именно пока что не затрагиваем уже духовных вещей, а вот чисто физические, визуальные такие, то, что самое интересное, наверное, для людей пока что. Я в молодости достаточно активно занимался физкультурным, так скажем, делом, спортом. Это нельзя было назвать каким-то профессиональным, но я поддерживал форму, чувствуя, что моя активность дает мне какой-то позитивный результат. Но когда я уверовал, а уверовал я уже к 30 годам, то есть это был достаточно зрелый возраст. Вот то, что мы прочитали из апостола Паула к Тимофею, кстати, скорее всего, ему тогда тоже было 39 лет, когда к нему писал апостол. Есть такие данные. Для кого-то молодое. Когда мне было 20, такой уже человек старик казался. Так вот, когда он ему написал телесные упражнения, мало полезно, это тоже сработало в моей жизни в неком негативном ключе. Потому что я так, как вот, читай, как написано. Потом уже стали разбираться с тонкостями греческого языка и другими переводами. И то, что имел апостол Павел, он просто имел в виду сравнение. Что есть физическое упражнение, которое, без сомнения, полезно, но полезно в одном. То есть, в чем? То есть, физические упражнения полезны отчасти. То есть, не в целом, а отчасти. А богопочитание всегда и во всем. То есть, как бы, здесь есть просто элемент сравнения. Ничего не говорится о негативности. Ваше физическое состояние. Мое физическое состояние мало полезно, поскольку я так это все и понимал. И вы начали полнить. Вот как бы да. Потому что в 35 лет... Ну, вот как раз вот верующий, стал верующим и начал полнить. В 35 лет у человека наступает биологическое старение. Начинается. То есть, это торможение всяких процессов. И если ты при этом еще ешь так же, как и раньше, а физическая активность снижается в десятки раз... Спишь как хорошо. Ну, вот я, например, очень много занимался самообразованием. И поскольку у меня начала болеть спина, вот казалось бы, такие вещи, колено, мне неудобно было сидеть. Я любил прилечь. Слушать какие-то лекции, читать какие-то книги. И вот мое, так скажем, самообразование проходило в таком полулежащем состоянии. Любили по писанию возлежать, да? Возлежал, да. Это было особое, да, такое переживание. Я да возлежался до того, что мне действительно стало тяжело ходить. Я не говорю, что это была, ну, вот, прямо такая цель, лень. Но постепенно все как-то... Начали приходить болезни. И я... Сколько вы весили тогда вот максимум? 352 паунда. 352 паунда. Да, по нашим меркам 160 килограмм. Но только представьте себе, это все уже было после 50 лет. То есть я не был юношей. И в моей жизни желание добра, я понимал. Мне даже было иногда страшно, потому что я находился в своем доме на втором этаже. И думал, если такая, не знаю, склова туша не подходит кого-то обидеть, но я по отношению к себе потеряю сознание или что-то случится, даже санитарам трудно будет вынести на руках под той крутой лестницей, которая у нас в доме. Но даже это не мотивировало меня, в общем-то. И я должен сказать, я сочувствую и понимаю. Хорошо, мы о мотивах и решениях чуть-чуть попозже поговорим. Ну, вот сейчас вы выглядите так, ну... Да, сейчас я вешу 200 паунтов, да. И у меня, я с Божьей помощью смог преодолеть многие, так скажем, стереотипы в этом и добиться хороших результатов для своего здоровья, то есть даровал Господь. Посмотри, прежде чем мы дойдем до духовности, хотелось немножко о душевном уровне поговорить. Вот, как я говорил в самом начале, что некоторые доктора же уверены, что большинство болезней это от нервов, то есть от психики, психологии. Насколько вот эта психология также влияет на увеличение жировой прослойки, да, если так уже культурно выразиться? Является ли это вот именно только генами, либо только стилем физического тела жизни? Либо все-таки психология, стрессы, какие-то там неполноценности, какие-то, может, детские страхи, что-то еще? Что все-таки в голове стоит? Когда врачи говорят болезни от нервов, они называют не все своими именами, то есть мы назовем своим именем. Это проявление наших страстей. Что такое нервы? То есть это страсти. А страсти человека – это готовность ко греху. Попытаюсь объяснить, то есть готовность ко греху. Помните, есть такие слова, в Экклезиасте написано о том, что зачем тебе умирать в свое время? То есть не предавай, не в свое время. Не предавайся греху и не будь неразумен. Если мы понимаем грех, а там написано слово хэт на иврите, это промах мимо цели, то есть не веди бессмысленную, бессильную, неразумную жизнь, иначе сократится ее время. Так вот, болезни от страстей, то есть их естественные следствия, то есть мы должны бороться действительно и с Божьей помощью именно в духовности нашей жизни со страстями. Насколько я читал, вот готовясь к программе, изучал, то все-таки под психологическими такими зацепками обычно называют, что это негативное, в том смысле, что это страхи, комплекс неполноценности. А это все есть проявление страстей? Проявление страстей. А есть и что-то библейское такое, что мы можем как-то обосновать и сказать, что вот душевный уровень все-таки настолько важный, что вот оно как-то влияет на... Ну, мне понравилось, однажды один проповедник сказал, что читайте почаще Библию и будете более здоровы. И я думаю, это тоже правда, потому что когда человек имеет общение с Богом, постоянно молится, читает Библию, у него спокойная душа, у него спокойствие. Говорит, мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши. То есть, вот ходить в мире Божьем, мне кажется, оно и влияет на то, чтобы ты был здоровым физически. Хорошо. Ну, вот в Библии мы считаем о том, что написано так, что тела ваши суть храм святого духа, да? Если уже так немножко коснуться этого вопроса, ну, физическое тело, оно ж... Ну, это и есть жир, который либо лишний, либо не лишний, да? Но если мы понимаем, что увеличивая опасность болезни, опасность преждевременной смерти, да? Можем ли мы сказать, что ожирение – это грех? Ну, если вот так более коснуться этого вопроса. Или нет такого чувства, что это грех? Я думаю, что ожирение грехом назвать невозможно. Невозможно? Своей точки зрения. Потому что это болезнь. А болезни многие возникают за счет каких-то нарушений, которые происходят в жизни человека. Вот именно эти нарушения, возможно, и можно назвать промахом мимо цели. Или неправильно выбранные цели. Или даже более того... Хорошо, нужно ли каяться человеку вот в этих промахах, в этих грехах? Вы так уже смягчаете промах? Ну, я... Ну, промах я не смягчен. Ну, похоть плоти, похоть очей. Ну, конкретно Библия указывает, что это грех. Да. Это не просто как бы там промах какой-то чуть-чуть там где-то. Да, но я не буду сейчас в эти тонкости влезать. Да. Конечно, мы понимаем, то есть предаваться, допустим... Кстати, вот написано 1 Петра, да? Излишество в пище и питье. Излишество, да? То есть... Ну, где же так ранее излишество, да? Излишество или непотребство, это более чем нужно для человека. Юрий, в Америке тут мы все в излишестве? Абсолютно. Абсолютно. И сколько у тебя холодильника? Более того, скажем, пированием не предаваться и пьянству приравненно, да? Некоторые братья говорят, то есть пирование как бы и пьянство вместе, а мы только кушаем. Юрий, вот смотри, вот я думаю, грех не грех. Вот я согласен с пастором Игорем, что само ожирение не можно назвать грехом, но это может быть... То есть это ожирение может быть последствия греха, вот да? Как Иисус говорил, что смотрите... Это сравнивается с пьянством. Да, Иисус говорил, что смотрите, чтобы сердца ваши не отягощались чем? Пьянством, объедением, да? То есть если чуть-чуть ничего страшного, а если отягощение, значит уже плохо, да? Потом вот пастор напомнил, что писал Петр, чтобы... Довольно, что в прошлой жизни мы были в излишестве, в пищи и пяти. И, между прочим, один грех, один из грехов, за который Бог истребил Содом, это было излишество в пищи тоже. Да. То есть здесь, мне кажется, тоже важно подметить то, что есть... Это не всегда. Потому что есть болезни, я думаю, пастор Игорь тоже знает, которые влияют или способствуют тому, что человек набирает вес. Например, вот есть такая болезнь, как заболевание щитовидной желези. Это thyroid gland по-английски. То есть когда вот человек, а есть эта болезнь, она способствует, что человек быстрее набирает вес. То есть хочешь не хочешь, но причина не... То есть не всегда можно сказать, что вот человек вот он ожирел, потому что у него страсти или похоти. То есть иногда может быть действительно какая-то болезнь. Я думаю так. К этому еще дойдем. Вопросы? А многие болезни становятся болезнями, приобретенными на как раз и измененном, так скажем... Все равно со страстей начинается. Ну, потому что и родители, родители детей воспитывают в неправильном, так скажем, образе жизни. Ну, с другой стороны, с одной стороны, ну так сказать, может это грех, может не грех, мы рассуждаем. С другой стороны, у меня нет медицинского образования, только богословское. У меня мама врач-терапевт. И она иногда шутит или так шутила, как и все врачи шутят, что говорят, что больных людей не существует, а есть необследованные. Здоровье необследование. Значит, вопрос в чем? В принципе, у каждого из нас что-то там где-то есть. Да? И с другой стороны, если мы так чуть-чуть, не чуть-чуть, а сильно придираться будем, что вот там это ожирение, кто-то там полный, ай-яй-яй, а у него там страсти, наверное, похоти. Ну, так у каждого можно что-то найти такое, к чему можем придраться и сказать, ай-яй-яй, ты, брат, что-то там плохо ведешь себя? Приболел чуть-чуть? Я так все-таки не думаю. Я думаю об одном. Я думаю, что избыточный вес может способствовать развитию различных синдромов, которые мешают человеку в полноценной жизни. Но с духовной точки зрения есть интересные моменты, о которых мы можем сказать. То есть, когда мы говорим о святости, например, то есть, есть в Библии такое понятие – освящаться и быть святым. И в них между ними есть разница. Допустим, осветиться – это делиться от того, что запрещено. То есть, то, что является по определению Божьим нечистым, ненесущим жизнь, разрушающим и так далее. А что же такое быть святым? Вот если мы берем вообще еврейское слово «гдошим», то есть, быть святым, что это означает? А это означает отделиться не от того, что запрещено, а подняться в повседневных делах, в будничных, над тем, что разрешено. Поймите разницу. То есть, об этом говорит апостол Павел. Все мне позволительно, но не все полезно. Значит, что должно быть? Не будь неразумен. Все мне позволительно, но не все укрепляет, назидает. Все мне позволительно, но ничто не должно что обладать. Вот если эти симптомы у человека есть, верующего, он знает, что ему это не полезно, а он это делает. То грех, да? Не грех. Это невозможность возрастать в святости, в отделен возвышенности. Хорошо, вы так все смягчаете, смягчаете. Грех, да, но как промах мимо цели, соглашусь, но грех еще из понятия преступления. Я вот здесь не хочу заострять внимание. Преступление против храма Господнего. Ну, как-то так, да? Смотрите, Блаженный Августин в своей исповеди, известном труде, когда-то написал так. Я даже просил у тебя, то есть у Бога целомудрия и говорил, дай мне целомудрия и воздержание, но только не сейчас. Я боялся, как бы ты сразу же не услышал меня и сразу же не исцелил от злой страсти. Я предпочел утолить ее, а не угасить. Вот если мы еще глубже как-то вот попытаемся проникнуть в корни вот этих страстей, которые способствуют ожирению, может быть, это еще более какие-то глубинные вещи, которые даже у нас верующих есть. Что вроде мы как бы молимся, Господи, ну дай мне быть здоровым, вот чтобы ничего не было. А где-то внутри, где-то глубоко-лубоко, там как-то как бы, Господи, ну вот все равно хочется, все равно. Я вот хочу утолить вот эту вот страсть, вот все-таки покушать, все-таки поспать, все-таки вот это, вот присуще ли нам людям, все-таки это вот двойственно стыкает. Я думаю, что я с собой согласен, почему, да? Писание говорит, что плод духа – воздержание. То есть, духовный человек, он должен иметь это качество, а если его нет, тогда это, ну, плодской человек. И что интересно, я думаю, что если мы не можем контролировать свой аппетит, думаю, что мы не сможем контролировать свой гнев, свои сплетни, свои похоти. Вот мне припоминается, как центральная мысль, как это идет воздержание. Именно воздержание. Вот интересно, я помню один пастор, он проводил семинар для молодежи, ему задали вопрос, вот как вот нам побеждать похой, да? Да. И мне очень интересно удивил его ответ. Он сказал очень простой совет – научитесь вставать по будильнику. Не то, что там пять минут еще посплю, потом часик еще. Почему он это сказал? Потому что дисциплина в одной сфере помогает дисциплине в другой. И я верю, если мы научимся дисциплинировать себя, быть, вот иметь какое-то определенное отношение к пище, к еде, у нас будет такое же самое отношение и к другим вещам. Пастор Игорь, вот вам, как уже служителю с таким многолетним стажем, вот коль мы начали уже говорить о воздержании, иногда бывает чуть-чуть неудобно, неприятно самому себе, когда видишь служителей, вот таких вот братьев полных и понимаешь, что у некоторых может быть такие вот болезни, которые способствуют ожирению, то сложно винить, хотя может быть и можно, но сложно винить. Вот, но вот у вас какие сразу ассоциации вот появляются и вообще, что вы можете сказать вот о тех служителях, которые… Я очень сочувствую, потому что я сам большую часть жизни провел в таком состоянии. И на самом деле, я, если кратко вот сказать, мои заслуги здесь нет, потому что… А чья заслуга здесь у него? Потому что было вмешательство Божие в мою жизнь, было реальное вмешательство, у меня было вот на фоне, так скажем, безоблачного продолжения, так скажем, вот этого существования… К чему именно заключалось это вмешательство? Господь допустил мне отравление, то есть я отравился и пять дней практически был в очень плохом самочувствии. Вышел на служение, почувствовал себя хорошо, вернулся и опять три дня. Я расценил это как знак свыше и как возможность на фоне вот этого отравления что-то менять. Я принял решение, и тогда уже постепенно, шаг за шагом, начало что-то меняться. Я стал менять рацион своего питания и так далее. И потом прибавлялась физическая активность, которая невозможна. Хорошо, то есть первый какой-то стартовый пункт, который был… Да, для меня было действие благодати. Это была какая-то встряска. Нет, во-первых, это была встряска. Встряска, да. Чуть-то не до смертной тени доходила. А потом вот именно какая-то благодать, контрастность, которую мы увидели. Совершенно верно. А служителям вы можете что-то посоветовать? Посоветовать, конечно, могу. Я, кстати, вот хотел бы сказать один такой важный, на мой взгляд, момент осветить. Мы живем сейчас в таком состоянии, как человечество, в котором никогда человечества не было. Да. Я приведу лишь два примера. Ну, понятие гиподинамии, наверное, каждый слышал. То есть отсутствие физических нагрузок в принципе. Есть известное исследование, что физическая активность сто лет назад была гораздо выше. Городской житель проходил не менее шести майлов в день. Ну, да, автобусы или там до повозки. Ну, автобусы сто лет назад автобусов не было. До повозки, до работы и так далее. Сельские гораздо больше. Мы сегодня этой возможности не имеем. То есть мы не созданы, чтобы лежать. Мы не созданы, чтобы наша самая большая нагрузка была от машины до офиса. Понимаете? И это раз. Кстати, есть вот многие нюансы. И никто не знает, как будет развиваться человечество вот в этом своем состоянии. Когда мы читаем Евангелие или послание апостола Павла, где мало полезно физическое упражнение, мне хочется обратить внимание на слова Иисуса Христа. Встанем и пойдем в Галилею, ребята, он говорит. Не поедем, не пойти. Братьям сказать, это сто семьдесят километров, сто пять майлов. Сто пять майлов. Ребята, просто встали, братья, и пошли. То есть я к чему? Я очень сочувствую, потому что мне бы и сейчас трудно было бы пойти за Иисусом. Пастор Игорь, но у меня все-таки вопрос. Интересно, почему, вот мы объясните, Павел писал, что телесные упражнения мало полезны, но благочестие. Почему? Он не говорил, что это плохо, он даже не сказал, что это мало полезно. Он сравнил это, сопоставил с духовностью. Я думаю, что он понимал, что очень часто нам в жизни приходится выбирать. То есть мы стоим перед выбором или пожертвовать своим физическим как-то здоровьем или духовным здоровьем. Давайте нарисуем реальную жизнь. Скажем, особенно в Америке, думаю, в России она тоже похожа. Давайте возьмем только служителей. В основном много служителей наших, славянских здесь, они работают на работе. Рабочий день это с 8 до 5. Нужно с работы заехать где-то в магазин, помочь жене, побыть с детьми, сходить на собрание, подготовить проповедь, почитать, помолиться. И день прошел, и нечего больше делать. И этот список можно до бесконечности продолжать, да. Сходить, скажем, в спортзал, в фитнес, это как минимум 2 часа, пока заедешь, пока позанимаешься, сходишь в душ. И вы понимаете же, чтобы добиться какого-то результата, это нужно как минимум 3 раза в неделю ходить. Иначе ничего не будет. Вот как, как оценить, что делать? На самом деле... А служителю это еще надо, церкви посещать, проповедовать, новости готовить. Но, на самом деле, нужно находить время для того, чтобы, по крайней мере, в домашних условиях делать хотя бы какие-то минимальные физические упражнения. Утром стал, вечером чуть-чуть. Гантельки приобрести, минимальные какие-то тренажеры для зала. Здесь может позволить себе, ну, большинство людей. Для этого не надо. А времени вот нет. А вот время, знаете, как кто-то сказал, нет только у лентяев. Да есть время, на самом деле, всегда его можно найти. Потому что просто мы же находим время кушать. Ну, уберите один прием пищи. Находим, да. Вместо обеда позаниматься. Ну, к примеру, да. Или вместо ужина, или вместо завтрака. Хорошо. Еще один очень такой интересный вопрос. Есть у меня один знакомый. Один очень хороший человек. И он такой достаточно полный. И когда ему как-то намекаешь, говоришь, что, ну, брат, слушай, ну, надо было бы чуть-чуть. Ты же еще молодой, потом болезни приносит. Значит, он очень интересные вещи говорит. Он говорит, а я это не исповедую. Говорит, я наоборот, молюсь Богу, чтобы у меня было здоровье до конца моей жизни, чтобы я жил долго. В плане питания, говорит, да, я ем там все подряд, все это самое. Но Бог и сделал это питание для того, чтобы я наслаждался этим питанием. Если оно мне приносит радость. Все это я ем, все, благодарю Бога. Значит, вот ваше отношение к такой позиции, кушать все подряд, благодарить Бога за это и радоваться этому, и верить в то, что Бог автоматически как-то будет исцелять. То есть, хорошего человека должно быть много, да, как говорят? Ну, когда Иисус совершил чудо умножения хлебов и рыбы, там 12 коробов осталось, корзин. Почему-то их не доели до конца. Потому что, ну, почему бы нет? Я очень с большим уважением и с восхищением отношусь к таким людям. И пусть их вера явится из их дел, как бы, пусть их жизнь будет для нас примером. Что вы скажете? Продолжай, брат, и верь дальше. Ну, он для себя уже сделал выбор, за чего я буду переубеждать человека. Или наоборот, вы можете сказать ему, слушай, нет, и что, давай. Ну, надо сказать, что, написанное вновь скажу, не предавайся греху и не будь неразумен. Зачем тебе умирать не в свое время? То есть, грех, еще раз повторю, там бесцельность. То есть, непонимание замысла творца есть. Наслаждение пищей, которую Бог сотворил. Поспал, полежал, возлежал, Бог солнце творил. Бог сотворил пищу для удовлетворения физических наших потребностей. Я не говорю, что мы не можем порадоваться в том, что... Я не верю, что надо только для жизни. Нет, я не только для жизни считаю, это нужно. Но в то же самое время ничто не должно обладать вною. И все позволителю. Так он не верит, что это обладает. Он говорит, что я, наоборот, с удовольствием буду. Надежда, смотри, вот я хотел подчеркнуть несколько моментов. Нет, так вы совет дайте. Совет, хорошо. Перед тем, как я дам совет, вот что я хотел первое сказать, что нужно понимать в основе, что независимо, кто мы. Дворник, президент, пастор, епископ. У всех нас одинаковые тела. Это первое. Ну, сравнительно одинаковые. Сравнительно, да. Второе, что те же законы природы, физики, биологии, они действуют на всех. И они не спрашивают, ну, кто ты, пастор, ну, вот тебе будет так, а другому так. То есть всем одинаково. Это Бог такие законы постановил, и они действуют на всех. Все, что сверх этого, это уже сверхъестественное. Захочет ли Бог, скажем, в чьей-то жизни являть сверхъестественные чудеса, когда человек полный и законный природный, на него не действует? Это возможно, но я думаю, это редко. Напустим, скажем, я допускаю мысль, что в жизни апостола Павла это было. Потому, что если почитать его жизнь, сколько он не досыпал, не доедал, там, в постах, да, то есть это не до конца здоровый образ жизни. Но он, говорят, предание где-то дожил до 65 лет и умер от того, что его казнили. Ну, очень хороший. Ну, смотрите, если все-таки коснуться Павла, других служителей, то, может быть, это и есть какое-то решение, глубинное решение, глубинные проблемы. Вот именно вера. Но посредством веры ты созидаешь свое тело, если ты веришь, что Бог и жир может убрать сам без тренировок, чтобы ты времени не тратил свое... Это неправильное понимание веры, на мой взгляд. Это вера, как самовнушение, она... Ну, так эффект плацебо даже действует, не говоря о вере. Как-то в вере умаляется, а даже плацебо действует. Действует. Но все-таки, если мы понимаем, под верой библейской, это следование Божьим заповедям, в первую очередь, а не вера в то, что... А заповеди все-таки не так часто кушают. А надеяться на чудо, в некоторой степени, это даже безнравственно, потому что человек... Безнравственно? Безнравственно. Требует для себя божественного вмешательства, потому что и ничего для этого сам не делает. А, кстати, говорит, человек посвятил себя на служение Богу. Он считает, что это грех тратить время свое на какие-то там тренировки, он на это время использует для проповеди Евангелия. А не надо тренироваться. Я не говорю, что нужно тренироваться, но ограничить себе в пищу, если он полнеет... То есть, то же самое воздержание. Я даже воздержание. Тренироваться всем не обязательно. Я думаю, что он не был полным, потому что он много пребывал в постах, даже в недоедании. Вот еще один яркий пример с истории, это такой человек был Джек Ко. Это был известный проповедник 20-го столетия. Это в Божьи генералы, кто читал эту книгу, о нем хорошо там описано. Вот несколько слов. В его служении было много чудес. Бог сверхъестественным образом являл много явлений. Но он не следил за своим здоровьем. Говорят, что у него скеджул, или расписание дня было очень плотное. Он редко отдыхал. Говорил, он приходил в 3 часа ночи и кушал тяжелую жареную пищу. И что ты думаешь? Он умер в 38 лет. В 38 лет. В самом начале нашей заставки я сказал, а я полнею, потому что волнуюсь. Серьезно? Это было искренно? Это было искренно, но это была шутка, конечно. Но действительно, мы не понимаем. И недооцениваем, что стресс, есть определенные процессы, которые стимулируют и, соответственно, невоздержание в еде, и те процессы анаболитические, которых человек начинает увеличиваться в весе, так скажем, неправильно. Поэтому, конечно, когда мы находимся в разумном служении, разумном, когда от нас не требуется... Постри, разумное служение, это вы имеете в виду разумное, как я считаю, разумное. То есть вы же сравните, есть моя точка зрения и неправильная. Да, ну да, есть еще моя, наверное. Ну, так разумное. Для кого-то разумное, это значит вкусно кушать, часто кушать, кушать что хочешь, спать когда хочешь. Ну, Димит, нам нужно возвратиться к тому, что мы уже говорили. То есть, если я считаю, что мое разумное служение и тот вес, который у меня есть, он нормальный, так померяй свое давление. Если у тебя давление высокое, это уже проблема. А я исповедую, что оно у меня все равно хорошее. То есть, это только симптомы, это аппарат, непонятно, кто сделал его. О, Вера. Помните, эта старая шутка говорит, а я его дуну буду исповедать, что я в районе. Вот слушай, сейчас вспомнил, год назад я был на Украине, встретился с одним человеком, такой полный тоже. И он такой духовный брат, рассказывает, что вот я молился, у меня высокое давление, Бог меня исцелил. Потом что-то разговор пошел дальше, я спрашиваю, а где вы работаете сейчас? Ну, я сейчас нигде не работаю, потому что у меня высокое давление. И мне уже как-то по возрасту не хотелось его как-то, ну, спрашиваю, ну, вы говорили, что Бог исцелил, но он исповедует, но он не работает, потому что высокое давление. Так можно сало меньше есть тогда? Может быть. Значит, мы уже немножко обсудили такие глубинные детали, да? Приближаемся к какому-то решению, да, что же делать? Когда-то у Марка Твена спросили, может быть, пример не самый такой благочестивый, но спросили, можете ли вы бросить курить? Значит, он говорит, он говорит, да, без проблем. Говорит, это очень легко. Говорит, я уже сто раз бросал курить. Говорит, это очень легко бросить. А в каком-то смысле кто-то тоже может сказать, что похудеть, да нет проблем, как бы, это же быстрее, раз-два. Вот, и когда начинаем? Ну, естественно, каждый понедельник начинает человек худеть, и ничего не происходит, либо с нового года. В каком-то смысле это уже вопрос не чувств, не эмоций, не психики, это уже вопрос воли человека. Даже психологи говорят, что вот в процессе принятия решения вот не столько играет чувство, эмоции, даже наука, данные, информация, статистика, сколько именно волевые качества человека, то есть, насколько он готов вот на этот новый старт. А вопрос в следующем. Чем мы можем накачать вот свою волю, или как мы можем повлиять на себя? Вот я захотел похудеть, да? Ну, для примера, вам приведу, что здесь, когда мы приехали сюда, мне нужно было тоже когда-то очень быстро кушать, и я заезжал вот ин-н-аут, что-то наподобие Макдональдса, и кушал, 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 быстренько, раз-два, прошел месяц, и я вдруг почувствовал, как будто у меня живот так, это как будто воздушный шарик надувает и так распирает все это. Я как увидел все это, бросил всю эту еду, значит, записался в фитнес, два-три раза в неделю в фитнес, значит, и вот начал себя держать, уже много лет так держу, а значит, ну, у меня хватило силы воли, предлагают и другим, а у них, говорят, я стараюсь, хочу, но не могу. Значит, так вот, есть и какие-то духовные принципы, чтобы вот силу воли свою как-то вот поднатаскать, подкрепить, чтобы вот началась новая жизнь. Вот для меня, когда спрашивают, а для чего тебе все это нужно, я объясняю, что у меня нет цели, как называется, ЗЖ, там, здоровый образ жизни, ЗОЖ, у меня есть цель только одна, я работаю над своими качествами, в частности, воздержание, это одно из качеств, которое мне необходимо в жизни, в моем служении, то, что я смог изменить, и то... вы мотивируете себя самым такими разумными принципами? Я мотивирую работа над своей волей, в том числе, мне помогает, понимая, очень важно, то, о чем я сказал, что человечество, и я, в частности, нахожусь сегодня в тех условиях, которые разрушают нашу, так скажем, физиологическую основу, то есть, это условия современной жизни, сегодня люди умирают от не отсутствия еды, от ее избытка, поэтому я к этому отношусь на полном серьезе, ну, а совет, который можно, наверное, дать, учитывая, что сегодня праздник Хануки у еврейского народа, и, если вы помните, не было в оскверненном храме никакой возможности возжечь минору, потому что все сосуды с маслом были осквернены, это историческая, так скажем, тема, и нашли один лишь сосуд, который можно было использовать, но масла там было совсем немного, но светильник этот продолжал гореть, и по еврейской традиции каждый день в Хануку зажигают новую свечу, восьмисвечники, так, вот, мне кажется, это тот же самый принцип, который можно было бы использовать, по одной свечечке каждый день, или то есть какой-то постепенный, плавный подход, начать с решения, да, сил нету, но ведь на что-то силы есть, но выпей ты сегодня свой кофе без трех ложек сахара, добавь ты половинку ложечки, и постепенно, и постепенно будет многое меняться. Есть ли какие-то библейские обоснования вот таким вещам, как укрепить свой бой, воздержание, написано плод духа, воздержание, но нету силы у человека. Мне кажется, вообще, если человек читает Писание и хочет угодить Богу, то есть в любом случае не может, то есть это Писание должно мотивировать человека, хороший пример Даниил, почему, смотри, его привели, царский стол, самый лучший ресторан времени, думай там стейк высшего качества, сладости, органик, все нормально, почему он отказался от этого, то есть он предпочел пожертвовать чем-то физическим и каким-то удовольствием ради высшей цели, вот если есть какая-то высшая цель, мы часто увлекаемся, вот Даниил, какой сильный человек, как много достиг, но сколько из нас увлекается его вот этой самодисциплиной, да, вот мне понравилось однажды студент в семинаре, учитель, профессор, говорил урок о призвании, о Божьей воле в нашей жизни, о духовности, и после долгой лекции однажды один студент спрашивает, ну профессор, я понимаю вот общая Божья воля, но мне хотелось бы знать, какая Божья воля в мою жизнь, лично, и ответа он такого не ожидал, от профессора, он посмотрел на него, сказал, Божья воля в твою жизнь это потерять излишний вес, и что-то похожее мне вспоминается о Дереке Принце, да, он однажды рассказывал, что ходил где-то там по берегу, молился, Господи, куда ты пошлешь мне, что мне делать, и говорит, я получил ответ, Бог мне сказал, Дерек, я тебе не могу использовать, пока ты не потеряешь излишний вес. вау, хорошо, наше время уже так близится к заключению, последний вопрос, вот одна из причин, почему вот все-таки так тяжело победить, такие вот зависимости, да, мы говорим, это зависимость от питания, от пищи, оно все-таки как-то человек толкает, вопрос следующего порядка, может ли такая зависимость перейти в одержимость, то есть у нас здесь в Америке есть такие случаи, когда человек приходит в ресторан быстрого питания, ему что-то там не додали, и он же в драке прямо идет, почему, потому что ему вот бургер этот вот не додали, что-то там, то есть можно ли сказать так, что при отсутствии воздержания, практики самодисциплины, каких-то библейских принципов, человек вот с этой, с такой зависимостью может даже до одержимости дойти, вот посмотри, говорю, вот у вас были такие случаи какие-то, или, ну, как ранее какая-то... Доказано сегодня, что влияние быстрых углеводов или карбс, ну, как рафинированные сахара, оказывают воздействие на человека, на его мозг, точно такое же, как наркотическая зависимость, поэтому не тешьте себя иллюзиями, люди зависимы от сладкого, а зависимость влияет на гормональные изменения, изменение состояния сознания происходит при этих изменениях, то есть сознание человек не в силах контролировать, и вот здесь приходят бесовские силы, которые человека разрушают, точно так же, как у наркоманов, то есть изменение то же самое, изменение состояния сознания из-за физиологических процессов, ведь наркотик не дух, это же вещество, которое вводят в тело, так же, как... Но духовный мир там присутствует... А духовный... В наркотике нет, это химия, а духовный мир приходит туда, где есть измененное сознание человека, где мы не знаем, как эти процессы происходят, и он не в состоянии больше сопротивляться вот этим, скажем, силам, которые окончательно его разрушают, поэтому люди и так тяжело с этим справляются. Да, да, правда. Юрий, вот знаешь ли какой-то случай в жизни такой вот ты как служитель, чтобы вот настолько человек был зависимым, что приходилось, ну, какой-то усиленной молитвой или постами, или вот даже Иисус, иногда мы считаем, он изгонял бесов, иногда молился, иногда исцелял, а иногда изгонял бесов, и человек получал исцеление, то есть как бы даже не исцелял, а изгонял бесы, и человек получает исцеление. Может, все-таки иногда и бесов нужно изгонять. Ну, у меня бы такой практики не было. Простите, простите, ну, дух ожирения может быть слишком грубый. Я лично разделяю, скажем, зависимость и одержимость. То есть зависимость я видел, вот даже знаю один человек, тоже достаточно-таки большой, он настолько любил колбасу, что он не мог без нее. Он приходил в магазин, брал домой и просил, чтобы продавщица еще нарезала ему, чтобы пока едет домой покушать. Он умер в церкви во время собрания. От просто массового... С колбасой, с колбасой сумочки. Хорошо. Спасибо вам, дорогие друзья, за участие в этой программе. У вас есть по две минуты для того, чтобы сказать какое-то заключение или как-то вот суммировать ваши позиции, дать какой-то совет нашим телезрителям, учитывая то, что большинство из нас, так сказать, затронуты этой проблемой, треть все-таки страдает от ожирения. Вот ваш пастерский, служительский совет все-таки на что обратить внимание физическое, душевное, духовное, с чего начать и чтобы это как-то ободрило, ободрило наших зрителей. Пожалуйста. Во-первых, Ешпей веселись, но помни, за все Бог приведет на суд. Что это означает? Сработает причина в следственной связи. Об этом нужно помнить и проверять себя. Позволительно, полезно ли, не обладает ли мною что-либо из того, что я делаю в своей жизни и укрепляет ли, является ли назиданием, созиданием для меня. Это целая тема отдельно. И мне думается, что начать нужно с того, чтобы просмотреть в своей жизни нет ли вот таких зависимостей и потихоньку с Божьей помощью, помолясь, желая, чтобы плод воздержания проявлялся во всем, потому что нет такой сферы, где бы он не мог быть. И все, что мы делаем, должно способствовать во славу Божию возрастанию духовных плодов. Начать, может быть, избавляться от каких-то пристрастий пищевых и, конечно, прибавьте физическую активность, учитывая, что сегодня мы просто очень мало этим занимаемся. Да, пастор Игорь, спасибо вам большое. Да, пожалуйста, Юрий. Мне кажется, что должен быть баланс между духовным и физическим обязательно, но я все-таки предпочитаю духовное должно быть первым. Вот я думаю, важно понимать вот так, если можно такую иллюстрацию сказать, что наше тело это не каменный замок, это палатка. Однажды Павел сказал, что когда вот наш этот дом, наша хижина разрушится, мы имеем дом нерукотворный вечный. То есть, Павел, он сравнил наше тело с хижиной. Это, ну, такая, можно сказать, скромная хата, если мы можем так назвать ее. То есть, должны ли мы о ней заботиться? Конечно, обязательно, но должны также понимать, что внутри этой хижины есть что-то более ценное и более важное. Это именно наша душа. И рано или поздно нам придется оставить это тело и встретиться с Богом и все-таки важнее позаботиться о своей душе, но в то же самое время не забывать и заботиться о теле. Да, чтобы не услышать, что же ты с хижиной своей так обошелся, которой я верил тебе. Да. Спасибо вам за участие, но последний вопрос, если можно. Вы приходите к человеку, он умирает, и вы понимаете, что он умирает не потому, время пришло, умирает от того, что неправильно жил, но он уже умирает, уже как бы выбора нет. Что вы ему скажете? Что я могу сказать? Я буду вместе с ним, провожая его, молиться Господу, чтобы Господь принял его в вечный обитель. Мы все умираем от того, что грешим, и каждый находится в определенном состоянии и в определенных направленностях чувств и мысли. Поэтому, что здесь можно сказать? Человек сделал свой выбор, и да будет Господь милостив и к нему. Юрий, что бы ты сказал? Человек умирает по причине неправильного образа жизни, духовного, физического. Я думаю, что это уже точно не время что-то там анализировать или что-то ему доказывать. Я согласен с пастором Игорем, что человеку нужно просто помочь, подготовить его. Если нужно покаяться в чем-то, на этом все уже здесь, это поздно что-то уже менять. То есть, никто из вас бы не молился за исцеление? Хороший вопрос. Ну, мы скажем так, если человек умирает, и я знаю, что он умирает. И если мне действительно есть внутреннее убеждение, я бы молился Господу, чтобы Господь решил, что с ним делать. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам, дорогие участники. Дорогие друзья, значит, я опять улыбаюсь, но, к сожалению, заключение надо сделать такое серьезное, ну, вы уж простите, я так часто улыбаюсь всегда. Когда говорим о ожирении, может быть, потому что я не сильно страдаю от этого, то мне кажется, что и не все другие люди страдают. У меня есть то, с чем я борюсь в своей жизни. Не думайте, что у худых не бывает своих комплексов или своего чего-то. Все бывает. Что хочется сказать в заключении? Сходя из того, что мы здесь рассуждали, как написано, как пастор Игорь и брат Юрий говорили, что, чтобы и дух, и душа, и тело вот были в правильном должном состоянии. Это значит, что мы должны уделять какое-то внимание и нашему телу, физическому составляющему, нашей психологии, душе и духовности. Что важнее, на что мы должны больше уделять внимание, это уже зависит от каждого из нас. В зависимости от особенностей нашего и тела, и в каком служении пребываем, и нашего семейного положения, это много вещей. Но это то, что мы выбираем. Наверное, Бог нас не осудит за то, что мы какое-то время уделяли нашим физическим потребностям, за то, что мы иногда, может быть, чем-то жертвовали ради чего-то другого. Но все-таки, все-таки, чтобы мы обращали внимание больше на духовность. Вы знаете, мы здесь не коснулись этого вопроса, но все-таки Иисус, он как-то не сильно учил людей, что, ой, давайте пробежимся, давайте сейчас вот зарядочку сделаем перед тем, как я вас учить буду. Вот, сейчас диету я вам скажу, еще что-то. В основном, принципы правильной жизни мы все-таки берем из Ветхого Завета, вот, а Иисус, он как-то так не сильно обращал на это внимание. И, наверное, почему? Потому что он понимал, что если в духовном плане все у тебя нормально, то это будет как-то отражаться на душевном уровне, на физическом уровне. Вот, поэтому, чтобы Бог дал нам вот это вот желание, понимание, вот как пастор Игорь говорил, что все-таки человеческое тело больше прослужит, дольше прослужит, особенно если вы служитель, вы сможете больше лет, больше года жизни участвовать в этом служении. Ожирение – это просто болезнь, поэтому, если все духовные мы, вы все-таки идете за лекарством, лечитесь, исследуете рекомендациям врача, поэтому, когда мы говорим о физической активности и обо всем остальном, мы лечим ту болезнь, которая пришла к нам по разным причинам, вот и все. И никак это с духовностью связано, потому что нужно найти мотив, но не иначе нужно расценить, как лечение. Отчасти соглашусь, отчасти, потому что все-таки если духовным человек разобрался, то проще намного решать все вопросы, и даже страсти, нужно молиться Господу и делать, нужно помолиться Богу и обратиться, может быть, к врачу за дополнительными какими-то комментариями, как справляться, какой пласт смог куда наложить. То есть, другими словами, комплексный подход должен присутствовать, то есть, как это, полноценная жизнь, чтобы она была у каждого из нас, поэтому, дорогие зрители, желаем вам быть здоровыми, как апостол Павел говорит, желаю, чтобы ты здравствовал, это значит и физически, душевно, духовно, да поможет Господь всем нам, даст и разумение, и силы воли, для того, чтобы именно сделать и первый шаг, сделать, принять какое-то решение и уже идти степ-вай-степ, то есть, пошагово в достижении своих целей. Поэтому, благословения каждому из вас, всем мы желаем, да благословит вас Господь в этом. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!